Всем привет! Это канал ГОТОВИТЬ ПРОСТО! Сегодня у меня в гостях опять мама. Готовить мы будем сегодня какой-то необычный салат с необычной подачей. Я правильно понимаю? Да. Салат называется Поляна. Ну, в общем, вот такой интересный сегодня рецепт. Я его салат не пробовала. Очень хочу попробовать, потому что наслышано. У мамы есть свой канал. Кто еще не знает, подписывайтесь. У нее легкие простые рецепты, а также советы и всякие лайфхаки по уборке, по дому, как что сделать на своей кухне. Ну, в общем, обязательно посмотрите. Ссылка под видео в конце видео. Живые окна. Нам понадобится кукурузка, фасоль консервированная, но фасолька должна быть без томатного соуса, горошек зеленый консервированный, корейская морковочка. Мы ее делали сами. Рецепт корейской морковочки есть у нашей Олечки на канале. Пожалуйста, посмотрите. Если вам это понравится, обязательно сделайте. И у меня на канале скоро будет такой рецепт. Черные оливки без косточки. Для данного рецепта я использую копченое мясо. В данном случае я взяла грудинку. Вы можете использовать любое копченое мясо. Майонез, горчица. Горчицу я беру всегда американскую или дижонскую, которая крупиночками. Немного соевого соуса и немного маслица. И, конечно же, хлеб для гренок. Что начинаем? С чего начинаем? Мы будем начинать с мяса. Ты режешь мясо соломкой. А я буду делать гренки из хлеба. Белый хлеб. Можно любым хлебом. Кому какой нравится. Я в данном рецепте всегда использую батон и режу его квадратиками. А если, например, некогда мне делать гренки, можно купить сухарики? Да, можно купить сухарики с любым вкусом. Можно с майонезно-чесночным, майонезно-сырным. Какой вам нравится. Вы потом попробуйте салат, сделайте и для себя определите, какие гренки вам больше нравятся. А теперь мы делаем так. Я налила немного масла. Обмакиваем нашу щеточку. Такую прорезиненную. И сверху на гренки мы их смазываем нашим маслечком. Если вы любите чесночный привкус у гренок, никогда не добавляйте чеснок, прежде чем вы поставите гренки в духовку. Потому что, когда чеснок попадет в духовку, у него будет неприятный такой привкус и запах. Сделайте это после того, когда гренки приготовятся. Когда вы их достанете из духовки, вы выдавите на них зубочек или два маленьких чесночка. И перемешайте. Это будет намного вкуснее. Разогреваем духовку на 150-160 градусов. И ставим на 15-20 минут наши сухарики. У нас 7 продуктов. Седьмой продукт сухарики у нас в духовке. Мы выкладываем в виде лепесточков. Вот так 7 лепесточков будет. И внутри будет для заправки место. Для контрастности я рядом с мясом выкладываю горошек. Получилось 3 лепесточка. Для красивой подачи на стол этого салата я выкладываю его вот в таком вот порядке. А вы можете делать это так, как вам нравится. Все консервированные продукты всегда идут вот с какой-то жидкостью. Как, например, вот у нас фасоль. Вот эту жидкость не нужно добавлять в салат. Ее нужно сливать. А теперь выкладываем оливки. Они все разбежались у нас. Но мы сейчас все соберем вместе в один лепесточек. С ними проще. Они у нас красивые. Это для контраста оливки. А вкус какой они передают великолепный. И добавляем их в салат. Делаем заправку к салату. Берем майонез. Добавляем туда соевый соус. И перемешиваем очень тщательно. Вот такой красивый цвет майонеза и однородная масса у нас получилось. И сюда добавляем горчицу. Еще раз повторюсь, что горчицу можно взять диджонскую. Оленька, выкладывай заправку посередине, как цветочек. Серединка цветочка. Ничего страшного, а пусть она разливается. Да, это наоборот придаст красивую форму нашему блюду. Или красивую, вернее, вид нашему блюду. Прелесть. Вот так вот. Какая красота. Оля, посмотри, какой красивый салат у нас получился. Да вообще очень красиво, эффектно смотрится, я представляю. Но вообще очень красиво. Вот так поставил на стол праздничный, и вообще пришли гости. Очень необычно. Необычно. Да, действительно поляна. Ну вот, все по чуть-чуть. Ну, я так понимаю, все посмотрели, а потом... А потом его нужно перемешать. Он подается с ложечкой и берет каждый себе в тарелочку. Но обязательно нужно перемешать. У этого салата есть два преимущества. Какие они? Если кому-то не нравятся оливки, или фасоль, или горошек, можно салат не мешать. Каждый берет то, что ему нравится, потом немного приправы в тарелочку, и кушать то, что ему нравится. Перемешивать у себя в тарелочке и так его кушать. А если всем все нравится, мы его мешаем. Мешаем от краев к серединке, как это сейчас буду делать я. Вот так вот. Нашу заправку. Все к серединке. Вот так вот. И перемешиваем. Улечка, сейчас мы заканчиваем мешать этот салатик. Ты его попробуешь и обязательно скажешь на свой вкус. Понравилось тебе, Линя? Очень уже хочу пробовать. Потому что выглядит очень вкусно. Аппетитно, правда? Да, очень. Ну что, очень все красиво перемешалось. Очень красивый салат получился. Я пробую. Так, я думаю, что тут уже и Дима хочет. Да, я все хочу. Да, уже все хотят, чтобы выглядит очень-очень красиво. Так. Ну что ж, момент истины. Пробуй. Пробую. Так, с сухариком. Совсем. Ну что, я пробую. Очень вкусно. Очень вкусно. Да. Я не ожидала, что с фасолью будет так вкусно. Вот мне попалась фасоль. Очень вкусно с фасолью. Он похож ни на один салат, он не похож. Необычный салат. Не знаю, с чем его сравнить. Он очень вкусный. Грудинка копченая придает такой привкус тонкий и нежный, как будто ты на природе. И ешь что-то такое приготовленное на костре. И все продукты. Морковка по-корейски. Тоже вот такой индивидуальный. Очень вкусно. Ну, я не знаю даже, как это назвать. Это очень вкусно. Я не ела вот такого сочетания. Я не знаю даже, на что салат этот похож. Я не знаю. Главное, что очень вкусно. Очень вкусно. Я всем реально настоятельно рекомендую его приготовить, попробовать. Во-первых, он выглядит очень эффектно на столе. Во-вторых, кто хочет, перемешайте. Кто не хочет, возьмите частями. Но вот мы перемешали. Очень вкусно. Просто очень. Мамочка. Я рада, что тебе понравилось. Я думаю, что Вы приготовите, и Вы останетесь довольны. Очень вкусный получился салат. Спасибо, что сегодня были с нами. Не забудьте подписаться на Мамон канал. Ссылка под видео. Ставьте лайки. Обязательно приготовьте этот салат. Пока-пока. Всем до свидания. Всем до свидания. Пока-пока. 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 Пока-пока.